Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели портала, интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс. Наши контактные телефоны 847-226-9956, это телефон в эфир, если кто-то на территории Соединенных Штатов хочет нам позвонить, или sungate-radio.com. Вы можете пойти оставить там свои комментарии, оставить там свои какие-то замечания и свои вопросы, если таковые имеются. Или вы можете найти нас на SunGate Radio, на Фейсбуке. Ну и сегодня мне хочется представить нашего гостя, это Сергей Мельников, которые мы сейчас сегодня будем говорить о каких-то вещах, которые, ну, возможно, не очень популярны, не очень известны. И думаю так, что Сергей будет рассказывать, я ему буду задавать, возможно, какие-то вопросы. Ну и посмотрим, сегодня у нас, так сказать, знакомство. Первый раз у нас сегодня Сергей в эфире. Ну, давайте знакомиться. Во-первых, здравствуйте, Сергей. Я рад всех приветствовать. Сергей, ну, расскажите о себе, как, я могу сказать, как я с вами познакомился. Я познакомился через победителя одной из битв экстрасенс, которую я с удовольствием смотрю. На российском канале ТНТ, по-моему, идет битва, вот, 16 сезон. И в одной из битв экстрасенсов был такой Алексей Пахабов, который мне лично понравился. Потом я начал читать его книги и нашел, что, оказывается, у него был учитель. Вот этот учитель как раз сейчас вот у меня на экране. И зовут его Сергей Мельников. Вот так я познакомился, потом мы, так сказать, немножко пообщались. Ну, и я почитал. Сергей мне даже, так сказать, подарил электронную копию своей книги. И мне было интересно почитать, потому что, в общем-то, тематика, особенно то, что там описывается, она достаточно мне близка. Дело в том, что я сам езжу в Индию. Ну, и центр Сангейс возник под этим, скажем там, впечатлением. И вот эта та информация, которая, если к себе ее применить, она может дать человеку знания, которое позволит ему просто легче функционировать в том мире, в котором мы все находимся. Ну, Сергей, еще раз, давайте немножко о себе. И почему вы, так сказать, стали учителем или почему вас выбрали быть учителем? Ну, вообще, началось все с того момента, что, в общем-то, в довольно-таки молодом возрасте, в 18 лет, вдруг на меня начали нападать весьма депрессивные состояния, когда я терял просто-напросто смысл жизни. То есть любые какие-то нормальные социальные цели, там, обучение, достижение каких-то, там, достижение успеха, семья, там, или что-то, вдруг потеряли для меня смысл совершенно безо всякого на то, я бы сказал, видимой причины. Не могу сказать, что у меня были какие-то травматичные события в жизни или детство несчастливое, все было вроде бы в порядке снаружи. Но возник некий внутренний кризис, который заставил искать нечто большее, что превышает некую видимую физическую реальность. С этого все началось, и было это довольно давно, уже больше 20 лет назад. За это время я использовал, испробовал множество различных техник. Сначала в качестве ученика исключительно я учился в школе магии Атлантиды, еще у других мастеров я учился. А последние вот уже практически больше 10 лет я работаю уже в качестве учителя, то есть делюсь опытом. И в последние годы я остановился на практике медитации и пранаяме, двух вот этих вот аспектах, которые, я считаю, сейчас наиболее эффективны для того этапа пути, на котором я нахожусь. А этот этап можно охарактеризовать так, то есть я стремлюсь осознать высшее я, некий дух, который вне рождения и смерти, наше истинное я. И как инструмент для этого я использую медитацию и пранаяму. Да, Сергей, у меня вопрос такой. Вы упомянули о том, что вы обучались в школе магии Атлантида. Я немножко знаком с этой школой. Как-то случайно она попалась, так сказать, когда я там листал, если можно так выразиться, страницы интернета. Ну и я там с кем-то пообщались. Но тем не менее, вы не просто обучались, вы были лейтенант-командором. Есть такой статус или, знаю, титул. И когда вы ушли со школы, означает ли это, что вы стали магом? Или это был просто ваш какой-то этап становления, вот чем вы сейчас занимаетесь? Я бы сказал так, что школа магии Атлантида – это целая эпоха моей жизни. То есть я там занимался больше десяти лет. Сначала в качестве ученика, потом в качестве инструктора. И, собственно, та школа магии Атлантида, которая существует сейчас, на момент моего ухода оттуда, а ушел я оттуда семь лет назад, тогда вот эта структура, которая сейчас есть, она только начинала существовать. То есть фактически только она возникла, так тут же я как бы ушел. Я бы сказал так, что обучение в школе магии Атлантида дали мне достаточно полезные навыки в ощущении энергетики. То есть я начал, испытал на прямом опыте, что существует некая реальность, не физическая, что сознание может перемещаться вне тела, что сознание может влиять на ситуации. Был опыт целительства, в том числе удачного и так далее. То есть да, я получил некие реальные рабочие навыки, но в определенный момент возникла такая ситуация, что у меня вот что-то внутри повело меня в другую сторону, в область именно медитации. Потому что школа магии Атлантида, она обладает своей спецификой. Там идет работа в основном с формами, скажем так. А вот именно вот эти вот пустотные состояния, которые сейчас мое главное направление там, как-то на этом особо акцента не делается. Ну это если поверхностно. То есть возникло некое ощущение, что мой дух ведет меня в другую сторону. Это не значит, что там школа магии Атлантида плохая, вот я ее переростом и так далее. Просто возникло некое расхождение путей, как в свое время возникло расхождение путями с институтом. Я поступил сначала в технический вуз, и причем на момент поступления мне математика даже нравилась, она там занимала не последнее место. Но как только я поступил, вдруг я перестал понимать формулы. Ушло то состояние, в котором я понимал математику. Также вдруг однажды ушло то состояние, в котором арканы и прочие какие-то особые инструменты школы магии Атлантида для меня были рабочими. Почему-то вдруг это случилось, и возникло нечто новое. Что значит были рабочими? Грубо говоря, техники вот эти вот, они работали. Я с их использованием достигал изменений как ситуации, так и самого себя. Вы имеете в виду, когда вы входили в арканы? Вы имеете в виду... Да, работа с арканами. Работа с арканами, то есть таро карты, да? Да. То есть путем вхождения в арканы, путем визуализации этого аркана, вы пытались изменить свое сознание, изменяли, наверное, да? Что каким-то образом, не знаю, вам что-то в вашем продвижении духовном, наверное, помогало, если я правильно выражаюсь. Да, помогало, но сейчас это мне уже трудно вспоминать, если надо вспоминать, что же там было. Но суть пути, как я... Ну, в моем понимании, что там предлагается, что... Вот путь человека от самой низшей точки в этом мире, когда он только начинает развиваться до самой высшей, когда он достигает полного освобождения, можно представить как определенную последовательность сил, которые на него влияют. То есть, находясь, например, на ранних этапах развития, человек находится под влиянием нижних арканов, и осознание энергии и принципов этих арканов, оно способствует наиболее быстрой эволюции на этих нижних этапах первых. Дальше человек начинает взаимодействовать с другими силами, более высокочастотными. И, соответственно, их понимание продвигает его уже на том уровне. И с этой точки зрения я работал с арканами, как с некой картиной мира. И, соответственно, эта картина мира, она давала определенные ключи, и это меня изменило. Я бы сказал, позитивно. То есть, это было актуально на определенном этапе. Но потом, в процессе работы с арканами, там еще с чем-то, я начал сталкиваться с какими-то другими вещами, которые и с другой картинами. То есть, причем для себя сначала я не мог это ясно оформить. То было просто как некий, опять же, состояние о потере смысла. Уже на этот раз магической каких-то практик. А вы когда говорите какие-то там, может быть, другие миры, вы имеете в виду мир потусторонний, поскольку я когда читал у Алексея, он описывал о том, что вы его куда-то там чуть ли не на кладбище водили, где-то для чего-то какие-то практики там сделали. Если вы имеете в виду вот эти миры, и они тоже. Я бы сказал так, что... А нужны ли нам они? Ведь это уже... То, что там находится мир, этот мир нам, ну, по сути, не нужен, ведь внутри нас есть мир, и поэтому вот то, что вы сейчас занимаетесь, вот это как раз-таки мне может быть понятно. Мне непонятно другое, зачем нам надо те миры, которые, ну, как бы нам еще не подвластны, что ли, мы еще не в том состоянии, наверное, чтобы оказаться в том мире. Я бы сказал так, что внутреннее и внешнее, они очень тесно связаны. Когда ты достигаешь определенного внутреннего состояния, то автоматически ты начинаешь взаимодействовать с другим пластом внешней реальности. Ну, например, если меняется восприятие, ты начинаешь чувствовать энергию. Вот просто начал чувствовать. Это изменение внутреннего состояния. Но, начав чувствовать энергию, ты входишь в контакт с внешними силами на энергетическом уровне. То есть ты фактически попадаешь на некий другой план реальности, где энергия – это реальность. И там есть, грубо говоря, свои законы, свои существа, свои события И волей-неволей ты с ними взаимодействуешь Это уже как некая реальность твоя Другое дело, как именно с ними взаимодействовать Так же, как в физическом мире есть широкий выбор, как жить Воровать или наоборот, всем все раздавать Или еще что-нибудь, грубо говоря, куча вариантов Так же, соответственно, и вот этой реальностью другой Можно распорядиться по-разному Либо в своих личных целях что-то делать Либо во имя каких-то других целей Либо использовать как плацдарм для развития исследования Но я бы сказал, что на пути духовного развития Встреча с этими иными, можно сказать, реальностями Она неизбежна Но можно избежать, скажем так, негативных неких аспектов Которые с ними связаны Но это уже упирается в нашу внутреннюю позицию То есть, какова мотивация, какова суть человека Те события он и получает И, в принципе, если у человека мотивация неправильная То в какой бы системе он ни развивался Он получит, ну, не самые лучшие плоды Скажем так Поэтому говорится, что магия – дело опасное И религия, например, она вообще запрещает Вот эти все колдовства Там, еще это взаимодействие с духами Я считаю, в общем-то, в этом есть смысл Действительно, что лучше туда не соваться Если к себе не уверен Но если уж ты самоуверенный такой, что решил туда сунуться То будь готов к тому, что Как бы столкнешься с некими силами Которые достаточно опасны Но опасность их, она, скажем так Прямо пропорциональна твоей испорченности То есть, подобное притягивает подобное? Да Ну, полагаю так И, в самом случае, Алексей так и описывал То, что вы общались с тем миром И его приобщали, можно сказать На его этапе к тому миру Это просто для развития каких-то способностей Для того, чего каждый из вас хотел добиться, достичь Но, конечно, не в негативном плане Да То есть, основная цель, конечно, это самопознание Ну и, безусловно, расширение возможностей Не скрою Особенно поначалу Одна из основных целей Это сила, естественно Что вот некие другие возможности Как некое преодоление каких-то собственных границ В том числе Но потихоньку все эти цели Они, как сказать, начали сходить Для вас На нет, да, для меня И чем больше я начал углубляться То есть, я бы сказал так Что вот я прошел через какие-то вот эти состояния Там разные взаимодействия Как внутренние, так и внешние И в итоге я начал ощущать Вот некую свою глубинную суть Высшее я И когда я это начал ощущать Это стало для меня поворотным моментом И я переключился вот на это Как на главное Что главное не Даже расширение какого-то влияния Или там Безопасность Или еще что-то А именно Вот это познание своей сути Единство с ней Это стало главной целью Ну и Это был тот этап Который закончился С вашим уходом из школы Атлантиды Или это было уже после этого Да, да То есть, по сути, да То есть, я когда ушел из Атлантиды Это вот тот этап, когда я работал С какими-то внешними силами По преимуществу Вот Он закончился И сейчас основное, с чем я работаю Это именно погружение Вот в это состояние Медитативное Все более глубокой остановки мысли В котором начинает все более полный мир Отражаться знания О нашей Ну вот там О моей сущности Ну и она, как бы, можно сказать, и у всех Ну, то есть, мы знаем о том, что существует Скажем Природа человека Которая сегодня Находясь В нашем, так сказать Теле В физическом теле Это материальный мир Но Единение Со своим Духом Со своей Со Всевышним Это, конечно, освобождение Мокша То, что называется на санскрите То есть, вы К этому сейчас подходите По сути, да Это для меня Является Главной целью Но, с другой стороны, я не могу поставить это как цель Потому что у меня нет четкого знания, что это такое То есть, у меня есть некое, допустим, представление о том, что такое освобождение То есть, я могу об этом как-то подумать Я что-то где-то читал Вот Но реальное знание Оно, конечно, отличается И поэтому я стараюсь не ставить себе вот такой вот цели Потому что Когда ты ставишь целью освободиться То, фактически, сама постановка цели означает некую мыслеформу Что вот есть представление об освобождении И ты стремишься к этому представлению Вот Так что здесь я пришел вот к какому выводу Что когда надо, оно придет Главное следовать духу здесь и сейчас Вот А когда там наступит это освобождение Хотя, в принципе, вот вектор именно в ту сторону Мне близка эта идея И я думаю, что двигаюсь я туда Но я стараюсь особо не конкретизировать вот именно Что это такое Потому что это будет неизбежно ущербное описание И оно внесет некоторые искажения Поэтому я предпочитаю читать какие-то описания людей Которые этого достигли Например, особенно мне нравятся всякие жизнеописания Например, милорепы И так далее Для этого И вот оттуда я что-то черпаю для себя Вот некие новые состояния В том числе Ну, на самом деле, это таки и есть Ведь еще и Будда учил Когда он уже стал просветленным Он учил еще 40 там чем-то лет Он учил людей о том, что Вот та самая цель, которую все пытаются добиться Она как раз таки и приносит несчастье всем Потому что если цель Во-первых, если добился цели Тогда следующую цель надо ставить И тогда это бесконечные какие-то поиски Если же не добился Тогда человек, естественно, чувствует себя Не в своей тарелке, так сказать Поскольку, ну как это Неприятно не добиваться своей цели Он посвятил этому какое-то время И какие-то усилия И поэтому, собственно говоря Не цель надо ставить А именно процесс То есть концентрироваться на цели Это как раз таки надо делать все наоборот Но вот этот момент То есть правильно То, что вы определяете Как я понимаю Это следовать своему духу Да, действительно быть здесь и сейчас То есть нету какого-то отдельного промежутка времени И сколько сейчас время Отвечают сейчас А где ты находишься Отвечают здесь Все правильно Ну и что изменилось в вашей жизни Конкретно Когда вы это поняли в себе Почувствовали, разобрались Что-то изменилось для вас лично Для окружающих Я бы сказал так Что, во-первых, переход Вот к этому состоянию К опоре на вот это глубинное я Истинное Более истинное, скажем так Чем то, что было Это был очередной кризис Опять же И эти кризисы Когда ты чувствуешь Что все, что ты делал Оно на самом деле Твой глюк Вот Это неизбежно Мне кажется Вот И, соответственно Когда я вот начал ощущать Вот это высшее я И двигаться навстречу Ну, то возникло Во-первых, состояние Некого вот Внутренний покой Начал возникать В гораздо большей степени Вне зависимости от того Как складываются Внешние обстоятельства То есть не надо Никуда бежать Не надо там Ни с кем сражаться Да? Ну, по сути, да А кто против? Зачем сражаться? Да Грубо говоря Возникает все более Всеобъемлющее принятие Более Такое Я бы сказал Другое понимание Другое видение В том числе Своей жизни Мировых процессов И оно становится Я бы сказал Более спокойным Уходит противоречия В том числе Противоречия между Магическими школами Или конфессиями Когда там Какая школа правильная Какая неправильная То есть С некой новой позицией Я вижу Что по сути Очень много путей Они ведут на вершину Да? Но только по разным склонам И совершенно не означает Что человек Допустим Если он идет по другому пути Чем я То Он идет неправильно Совершенно не факт Вот То есть Чем ближе я Подхожу Вот к этому состоянию Единства Со своей сутью Тем меньше У меня противоречий Как внешних Так и внутренних И соответственно Ситуации Тоже складываются Начинают более мирно То есть Это Я как раз хотел задать вопрос Но вы сейчас По-моему На него уже ответили То есть Получается Что это у вас Нет противоречий А с вами Противоречий Есть у кого-то А ну вы сейчас Ответили Это наоборот Это складывается Всемирное То есть Понимая Свою сущность И свою природу Вы соответственным Образом Идете так Как надо идти И само собой Выстраиваются И отношения С окружающими И с окружающим Вас миром Да Я думаю Я не раз убеждался В том Что мир Это отражение Человека Соответственно Если есть какие-то Внешние противоречия В ситуациях Это отражение Каких-то внутренних Моих нерешенных Противоречий Иногда возникают Какие-то там Что кто-то там Против И так далее Но это не носит Характер Какого-то противостояния А ну Как бы Вот разговор Некий И это дает Мне тоже Очередную пищу Для размышлений В том числе То есть И так далее То и Если нет войны Внутри Не будет ее И снаружи Сергей А как вы считаете Вот вы Занимались чем-то Как и мы все И у вас был Какой-то свой Круг знакомых Внутри того Чем вы занимались Ну Ну я сейчас говорю О своей Вот Магической деятельности Если можно так выразиться И соответственным образом Люди Там За вами тоже шли Поскольку вы уже там были Учителем Внутри этой школе Потом Вдруг вы ушли С этой школы То есть соответственным образом Те люди Которые за вами шли Они куда-то должны были Деваться Ну не все Согласны Наверное Все-таки Это ваше внутреннее состояние И конечно Человек Руководствует Только этим Но Вот как вот те люди Которые Вы-то изменились А они может быть Не изменились Как у вас не было Конфликтных Каких-то вот отношений Ну я не имею ввиду Между людьми А вот с тем Что они допустим Не изменились Хотели вы Сами Допустим Что вот вы-то Разобрались в этом И вы точно знаете Что так надо делать Для себя естественно А вот они не знают Хотели бы вы им помочь И то же самое Вот всех туда повести По вашему пути Я бы сказал так Что Говорится Насильно мил не будешь То есть Если человек не хочет Меняться То если я приду И скажу Давай вот ты изменишься Я все понял Сейчас вот надо идти туда То не факт Что это Будет вообще на пользу Поэтому Когда я начал Двигаться в другую сторону Те кто поняли И приняли это Они тоже пошли туда Те кто не поняли И не приняли Они пошли в другую сторону То есть возникло То есть какие-то люди Они перешли с нами Вот в новые проекты Вот Из школы магии Атлантида Какое-то количество людей Продолжили там С нами двигаться Вот Кто-то не пошел Вот И Ну то есть Каждый выбирает Некий свой путь И на этом пути Претерпевает Соответствующие изменения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok